Всем привет, вы в магазине Xeon. Сегодня посмотрим на игровой смартфон от Infinix из их новой линейки GT10 Pro. Классный экран, мощный процессор, выглядит так, как будто это робот из Armored Core, коробка выглядит так, как будто там EVO 02 внутри. И все это меньше, чем за 30 тысяч. Так что полезай в робота, Синзи, обзор Infinix GT10 Pro. По комплекту уже... Это настоящий классик. Тут у нас прозрачный силиконовый чехол, ничего особенного, но хотя бы есть. Защитное стекло, не пленка, именно стекло, а на экране уже поклеена пленка. Конечно, не обошлось и без документации с наклейками, быстрой зарядки на 45 ватт и кабеля Type-C. Кабель, кстати, угловой, играть с таким будет, наверное, удобнее. И самое главное для любителей не выкидывать коробки, ее Infinix предлагает использовать в качестве док-станции. Тут и соответствующий канал под кабель зарядки есть, и сетки для выхода звука. Реализация ужасная, но работает, на удивление, тоже ужасно. Ладно, перейдем к телефону. Выпускается такой в двух расцветках, серебристом и черным, хотя черный скорее серый. Рамка из пластика, задняя крышка из прозрачного поликарбоната, но под ней вы не увидите никаких шлейфов. Аккумуляторов и так далее. Только бутафория. Но самый главный элемент – это функциональная подсветка. Давай по новой, Миша, все. Ладно, на самом деле, вот так, поскромнее. Светящийся элемент только один и используется ожидаемо для уведомлений при звонках, сообщениях и умеет светиться в такт музыке. По крайней мере, пытается. В общем, выглядит это все как десептикон. За скорость работы и производительность в играх здесь отвечает Dimensity 8050 и 8 гигабайт оперативной памяти стандарта LPDDR4X, который, конечно же, можно расширить за счет встроенной. Здесь ее 256 гигабайт и стандарта UFS 3.1. Что удивительно, потому что обычно в бюджетных игровых смартфонах на этом экономят. Но здесь все отлично. И все это дает очень достойные результаты в тестах Antutu, Geekbench. В троттлинг-тесте производительность снижается заметно, но в играх ощутимого проседания не появляется. Спокойно можно поиграть во все популярные игры, даже в Genshin на средне-высоких настройках играется отлично. В общем, поиграть получится с комфортом, тем более экран к этому тоже располагает. AMOLED-матрица с FullHD-разрешением и диагональю 6,67 дюйма. Частота обновления, как полагается, 120 Гц, частота опроса 360. Есть поддержка HDR, пиковая яркость 900 нит. Далеко не флагманский уровень, но яркости в большинстве случаев хватает, даже на ярком солнце. Рамки довольно тонкие, причем даже нижняя. И с углами обзора тоже все отлично. Сверху по центру экрана установлена фронтальная камера в круглом вырезе. Все по канонам техно-инфиниксов с фронтальной вспышкой. Разрешение фронталки 32 мегапикселя. Фокусировки нет. В общем-то и не ждали. Снимают, на удивление, очень хорошо, причем даже в условиях низкой освещенности. И это тоже удивительно для бюджетного игрового смартфона, потому что это вторая вещь, на которой обычно экономят после памяти. А тут, опять же, все замечательно. Основным же модулем установлен 108-мегапиксельный Samsung ISO CLGD2. И в дополнение к нему два модуля затычки. Один для замера глубины для портретных снимков, второй бесполезный макромодуль на 2 мегапикселя. Если кто-то считает иначе, то вот фотография на основной модуль с двухкратным зумом, а вот фото на 2-мегапиксельное макро. Основная камера уже не впечатляет так же, как фронтальная. Для среднебюджетника это хороший уровень. Днем получаются вполне годные снимки, но вот вечером при условиях недостаточного освещения даже ночной режим не всегда спасает. Ну и что осталось. Сканер отпечатка есть, подэкранный, работает быстро и без ошибок, по крайней мере с пленкой и со стеклом, скорее всего, будет похуже. Динамики стерео звучат отлично, поиграть или посмотреть видео с такими будет вполне приемлемо. Аккумулятор в смартфоне на классические 5000 мАч хватает на классический день-полтора, в зависимости от режима использования. Быструю зарядку поддерживает до 45 Вт, она есть в комплекте, но беспроводной зарядки нет. Android установлен 13-й версии с оболочкой HiOS и к системе тоже не было нареканий, каких-то проблем не возникало. Что могу сказать в итоге? Удалась ли новая линейка? Да, на самом деле это практически тот же самый Infinix Note 30 Sweep, который отлично себя зарекомендовал, только с зарядкой попроще, без беспроводной зарядки, меньше оперативной памяти, но стоит подешевле. Дизайн, прямо скажем, специфичный, но ребенок будет доволен 100%. Купить этот эталонный смартфон для Бравл Старса можно в нашем магазине, ссылки на наши маркетплейсы и на наш сайт мы оставим в комментариях. А совсем скоро на нашем канале выйдет обзор нового смартфона от Техно, складного смартфона от Техно. Так что ждем вас в следующих видео, а пока ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok